Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами занимаемся программированием микроконтроллеров STM32. У нас F103 контроллер простейший, расположенный на недорогой отладочной плате. И занимаемся мы с вами с локальной сетью, пытаемся подключиться к локальной сети с помощью модуля ENC28J60, которую разработала фирма Microchip. Ей он и принадлежит. Ну, принадлежит микросхема, которая и является сердцем данного модуля. На прошлом занятии мы с вами закончили инициализацию, а также написали функцию приема пакетов. Я не проверял правильно или неправильно написали. Написали мы ее. Ну, я думаю, в сегодняшней части мы это дело и проверим. Вот она у нас вот такая вот функция. Теперь давайте сразу на эту функцию создадим прототип, наверное. Так как эта функция нам нужна будет снаружи. Она нам внутри-то даже будет и вообще не нужна. Вот так прототип создан. Идем в NetSea и помимо вот этой функции нам будет здесь нужна еще одна. функция, которая будет постоянно отпрашивать сеть. Называться она будет NetPool. У нас с вами эта функция. Также, конечно, на нее нужно будет нам добавить прототип. Иначе как же мы ее вызовем? Потому что вся работа у нас будет происходить в бесконечном цикле функции главной нашей Main. И теперь в бесконечном цикле мы ее и добавим с вами. И она у нас будет постоянно вызываться. Ну пока мы так сформируем с вами проект. Может быть когда-то впоследствии это все будет совершенно по-другому. Не знаю. Ну пока вот так. Ну что теперь мы должны с вами сделать? Наконец-то мы займемся с вами приемом каких-то пакетов. Ну мы знаем, что битовый поток, поступающий на микросхему, на ее физический адрес, на ее физический уровень, впоследствии в канальном уровне делится на кадры. Ну может и не знаем. Я не знаю. Ну надеюсь, что знаем. По-английски фрейме. Фрейме из себя представляет уже такой осознанный поток. Не просто комбинации каких-то байт, которые непонятно как идут и что из себя представляют. То есть этот протокол уже как-то у нас зарегистрирован. Называется он Ethernet версии 2. Ну был версии 1. Сейчас бытует в основном версии 2. Ну давайте посмотрим из чего состоит данный протокол. Откроем мы наш сайт и посмотрим сколько мы с вами уже изучили. Уже много. То есть вот здесь все описано. Вот он наш протокол. То есть состоит он этот протокол, в общем, ну заголовок можно сказать, фрейма из MAC-адрес приемника, MAC-адреса источника, тип протокола. В общем тип протокола бывает разных видов. Ну нас скорее всего сейчас заинтересует два типа протокола. Это 800 IP и 806 ARP. Address Resolution Protocol, который позволяет узнавать по IP-адресу, MAC-адрес устройства. Потом уже значит это все относится к заголовку. Затем идут данные всяческие и контрольная сумма в конце. Ну хорошо. Давайте создадим структуру для фрейма. Также в файле здесь же вот в netc, где мы с вами добавили функцию netPool. Ну конечно она не этим будет совершенно заниматься. Это не будет постоянно она инициализировать. Это просто мы скопировали вот так и не поправили. Ну ничего. То есть в neth теперь мы пройдем вот сюда вот и где-то тут мы с вами создадим структуру. Адрес приемника, адрес источника восьми, вось шести. То есть простите байтные. Дальше у нас идет тип протокола. И дальше уже пойдут у нас данные. Мы здесь никак не инициализируем их количество. Поэтому при использовании например функции sizeOf будет считаться только вот это. Вот и все что входит. Ну у нас потом будут потяжелее такие конечно заголовки. Но начинать нужно конечно более с лёгкого. Давайте назовём это теперь тип структуры. Вот так с буквой ptr. Вот. Ну и на основе данной в общем структуры мы потом будем создавать определенные переменные с вами в функциях. В основном локальные. Ну теперь давайте переменную создадим глобальные в netc. У нас наверно есть нет. Ничего у нас нет. int8t netboof для нашего буфера. Здесь мы напишем inc28j60. А, вот в чем дело. Странно почему не подсказывается. Ну по крайней мере работает. Проверяется это компиляцией успешной. Ну и теперь в netball создадим мы еще две переменных в нашей вот этой вот бесконечной функции. Для длины. Ну и для самого фрейма. И покажем ей наш буфер. Ну почему-то у нас с вами не получилось. А потому что нужно сделать вот так. Поэтому и не получилось. Также давайте с вами создадим еще одну функцию. Ну правда, наверное где-нибудь вот здесь. Называется она будет eth от слова ethernet read. Читать мы будем здесь. Исследовать ethernet фреймы. Ну конечно будет уже не void. Будет вот так. И будет вот так. Вот как. Ну а здесь уже у нас что-то будет скорее всего другое. Почему-то. А все. Никто нас не ругает. В общем ну вот такая вот есть фишка, что многие в общем значения находятся у нас в протоколах почти что во всех в перевернутом виде. Так называем big indian. В котором сначала идут старшие байты, потом младшие байты. Как правило на практике всегда было наоборот. Идут сначала в более младших адресах младшие байты. И чем старше, тем байты старше. А у нас вот так вот будет перевернут. Поэтому мы давайте добавим для этого дела определенный define. И где-нибудь в netAge. Например вот здесь. Вот такой define у нас будет. Значит… B to word 16. В общем мы здесь меняем местами байты. Один передвигаем вправо, другой передвигаем влево. То есть байты у нас местами меняются. Ну вот такой простейший макрос. Ну работает самое главное. И теперь в файл еще netC мы добавим с вами еще одну глобальную переменную строки. str1, например. Ну не важно. Ну просто я уже привык. str1 значит какая-то глобальная строка где-то. Ну можно сразу ее проинициализировать нулями. Можно это сделать вот так. Можно это сделать вот так. Ну сделаем длиннодолженность вот так. Шину usart также подключим сюда мы. Как делали в случае вот этого вот модуля. Шина spy конечно нам там не нужна. Там более высокий уровень у нас. Все. Подключили. Теперь добавим вот сюда вот код, который будет выводить в терминальную программу некоторую информацию о принятом кадре. То есть цикл. Простить условие. Никакой не цикл. Если длина у нас больше чем sizeof. Вот эта вот заголовка. А то вдруг меньше. Зачем тогда нам рассматривать такой фрейм. Ну и начнем использовать наш любимый функции sprint. str1 будем набирать мы. И набирать будем следующим образом. str1.02x. Ну если x большое будет большое все abcde. То есть в 16-ти речном виде мы что-то будем с вами выводить. Ну скажу, что выводить мы будем MAC-адрес. Ничто иное. То есть он из шести элементов состоит. Вот. А затем мы выведем еще один MAC-адрес. То есть MAC-адрес источника и MAC-адрес приемника. Будем пытаться выводить. Затем точка с запятой для отделения. Еще какую-то величину, о которой мы узнаем позже, будем выводить. И затем 0.4x будем выводить мы. Тоже какую-то величину. И перейдем на следующую строку. Я думаю 60-ти нам символов здесь хватит. Ну и затем уже мы будем расписывать. Что именно у нас будет вот в этих вот вещах во всех храниться. то есть frame src нулевой, запятая, раз два, запятая нужно еще. Надо было скопировать вместе с запятой. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну поехали. Один, два, пять, четыре и три. Затем мы проделаем то же самое с источником. То есть наоборот это источник теперь с приемником. Вот такой же test. Затем длину покажем. Это вот этот будет D. В обычном десятичном виде мы покажем длину. И еще мы покажем с вами, используя функцию нашу, которую мы написали макрос. Вот этот вот тип фрейма. Ну вот. Но это только мы с вами еще набрали эту строку из TR1. Осталось нам эту строку с вами отправить в USART шину. Hall transmit. Нет, Hall UART transmit. Указатель на handle этой шины. Затем строка преобразованная в тип int8t. Вернее массив строчный. Массив из обычных вот таких вот байтов. Целочисленных без знаковых величин. Ну конечно тоже нужен нам указатель. Ну и str1 в качестве указателя мы даем. Затем у нас идет длина. Спокойно можем strlen использовать функцию. Так как у нас стринг с вами, я думаю, здесь подключен. Вот стринг есть, значит будет все работать. strlen. Также строки нашей. Ну и еще timeout там. Ну как правило используется стандартный timeout 16-ти рейсичные 1000. Ну и все. Теперь добавляем прототип. А, ну мы уже добавили прототип функции receive. И теперь мы можем уже ее с вами использовать вот здесь. То есть и вызывать вот эту функцию. Здесь у нас цикл. Тут будет интересный цикл. Мы сначала инициализируем длину. Сейчас мы возьмем вот здесь имя функции нашей по приему пакетов, которые специализируются. Сейчас передадим ей netBuff, наш сетевой буфер. А также передадим его длину. Все вот это мы возьмем еще в одни скобки и сравним с нулем. То есть если будет это больше нуля. То есть мы сначала отправим это в переменную len. И эту переменную len получается мы сравним с нулем. То есть если она у нас получилась больше нуля. То мы и вызовем вот эту с вами функцию тогда. В которой мы начнем исследовать наш фрейм. Каким-то образом. Так. Ну и наконец-то мы с вами соберем код. Ну на контроллер нам любоваться уже незачем. Ошибок и предупреждений у нас нет. Мы прошьем с вами контроллер. Запустим терминальную программу. Соединимся. Но пока мы не видим с вами ни одного пакета. Может код неправильный. Может они еще пока к нам ни один не приходили. Но мы это проверим сейчас. С amd наберем любой ping. У нас устройство будет с адресом 192.168.1.197. Ну вот. Ну понятно оно не откликнется и к нам не идут никакие пакеты. Значит что-то у нас не то. На всякий случай еще раз прошьем контроллер. Если не пойдет, то я найду сейчас ошибку. Скорее всего у нас существует какая-нибудь ошибка. В принципе я подозреваю где-то это все. Вот в этой вот у нас с вами функции. В такой вот. Вот в этой большой. Сейчас я найду ошибку и к вам приду. Я этот поиск промотаю конечно. Вот у нас ошибка исправилась обычным. То есть поправлением контакта у USART. Всего лишь навсего выскочил из макетницы. То есть мы все с вами очень даже правильно написали. Вот у нас поступают вот такие фреймы. Мы обращаемся к своему адресу. Ну пока он не наш. Но сюда вот приходят ARP пакеты. В общем ну на Ethernet уровне на канальном. У нас вот адрес источника. Как правило мы видим с вами один и тот же. И широко вещательный адрес. Который мы с вами имеем право в Broadcast принимать. То есть если мы с вами проанализируем нашу сеть. Ну не то чтобы проанализируем. А посмотрим физический адрес. Вот он с 50 до 19. Это именно наш вот этот вот мак адрес нашего компьютера. То есть это он посылает различные широко вещательные сообщения какие-то. Ну видимо и на веб страничке еще посылает. Так как мы здесь видим не только 806, а 800 еще протокол. Отлично. Ну теперь раз так хорошо у нас все получилось. То есть у меня не хорошо получилось. Я замучился подставлять из образцового кода все. Ну и у всех у нас вместе получилось все хорошо. То есть ошибку мы вообще не допустили. То есть вот как. Ну как я и повторил нам нужны будут только 800 и 806 протокол. То есть давайте добавим макросы для этого протокола. Так же в net age. Вот. То есть здесь мы с вами уже переворачиванием занимаемся. Ну просто с макросами будет удобнее. Вот. И теперь попробуем исправить так. Et age. Read. Чтобы он нам показывал. То есть ну не только это будет все делаться для этого. Чтобы он красиво показывал нам тип протоколов. Не циферкой. Может кто циферки не понимает. А чтобы показывал он нам тип нашего протокола. Посредством ну какой-то строки. IRP или IP. И давайте попробуем исправить. Чтобы так у нас и происходило. То есть вот здесь вот. Ну немножко спустимся. Так же организуем условие. Определённое тело этого условия. То есть в этом условии если frame у нас тип будет равен et age. Erp. То мы с вами сделаем одно. Если он равен быть et age. IP. То мы сделаем другое. И вот это всё отсюда мы заберём. Положим отсюда. Чуть-чуть сдвинем. Вот здесь мы уже берём вот эту циферку. Типа протокола нашего. И напишем arp. Address resolution protocol. И это вот нам будет уже не надо. Скопируем всё. И вот здесь напишем IP. Всё. Ну давайте соберём код и посмотрим как это будет происходить. У нас есть теперь с чем сравнить. То есть у нас показывались циферки здесь. Теперь должны показываться буковки. Вот у нас arp пошли. То есть вот и IP стали промельковать. Отлично. Всё хорошо у нас всё это происходит. Ну теперь мы уже наглядно видим какой у нас протокол и кто прислал кадр. Теперь дальнейшая задача прочитать структуру уже заголовка arp. А это уже у нас следующий уровень. Не канальный, а сетевой. Давайте мы сегодня познакомимся пока хотя бы с этим протоколом. Вот. Arp. Address resolution protocol. Или протокол разрешения адресов. То есть ну я объяснил уже зачем он нужен. Посылает у нас устройство широковещательный адрес с адресом приёмника. FFFF состоящая из всех единиц. То есть ну это на уровне так сказать самого канального уровня. FFFF. А здесь то у нас будет как раз в заголовке не FFFF. Ну почему из всех единиц. Ну да из всех единиц правильно. В котором спрашивает какой физический адрес умеет устройство с таким-то IP адресом. Но требуется это для того чтобы устройства могли общаться по физическому уровню. Который ничего не знает об IP адресах. Поэтому устройство отправляет такой запрос. То есть получает его все компьютеры. И кто может обязан то есть ответить на этот запрос. Только будет уже с кодом операции ответ. И здесь все это перевернется. То есть вот этот 193 станет наверх. Только вместо нулей здесь будет уже адрес устройства. Которое имеет вот этот IP. А вот это уже станет адресом источник. Чтобы именно ответить тому кто запросил. То есть у нас код сетевого протокола 800 именно IP версии 4. Здесь уже будет не ARP. Это не канальный уже уровень. Это уровень у нас уже так сказать ну и не совсем сетевой. Но в принципе сетевой. Вот и здесь будет именно что это IP версии 4 протокол у нас. Ну дальше идет тип сети. Вернее сначала тип сети. Что у нас Ethernet единичка. Ну это я уже сказал. Что потом длина физического адреса MAC адрес 6. Длина сетевого адреса 4 будет присутствовать. И код операции. Если запрос единичка. Если ответ то двушечка. И потом пошли вот как раз вот эти вот вещи. То есть MAC адрес отправителя. IP адрес получателя. MAC адрес получателя. IP адрес получателя. Но мы также можем запустить утилитку вот такую. Варшарк. Она бесплатна. То есть она анализирует сеть. Она ничего плохого не принесет. Запустим. И мы будем видеть тут все пакеты. Поступающие на компьютер с компьютера. Только нам желательно здесь отфильтроваться по ARP протоколу. Так и вот так. Чтобы лишние нас тут не загромождали в общем. И вот когда мы посылаем вот такой запрос. Хотя он у нас и не проходит. Но все равно посылают сначала ARP. Пинг это другое. Это ICMP уже. Протокол уже там на более верхнем уровне. На сетевом. То есть здесь у нас это между канальным сетевым можно сказать. Протокол. К сетевому особо он может быть и не относится. То есть вот у нас идет запрос. Кто имеет адрес 197. Назовите свой MAC адрес. То есть давайте раскроем сначала Ethernet 2. То есть вот у нас на уровне фрейма у нас с FFFF. Вернее на FFFF вот с вот этого вот MAC адреса идет этот пакет или фрейм. И вот у нас именно ARP 806 тип. А вот это уже сам протокол или заголовок уже ARP. То есть вот Ethernet 800 64 и у нас реквест запрос. То есть вот у нас MAC адрес отправителя. IP адрес отправителя. MAC адрес получателя. Так как мы его не знаем мы передаем все нули. И вот здесь вот 197. Вот давайте посмотрим теперь. У нас компьютер хочет узнать MAC адрес роутера. Что-то он хочет этому роутеру отправить. То есть и он спрашивает кто имеет адрес 192.168.1.1. Ответьте 107. Здесь то же самое. Только вместо 193 у нас 107. И почему-то он все равно MAC адрес передает. То есть а вот ему роутер отвечает. То есть возможно там либо MAC адрес изменился. Вдруг хочет наш компьютер узнать. Не знаю зачем. Но роутер вот ему передает вот это дело. То есть он можно сказать пингует роутер. Ну вот так с ARP протоколом мы разобрались. А реализуем мы его уже с вами в следующей части. Шестой. То есть в которой также выйдет скоро. Или на следующей неделе. Или завтра. Я не знаю как будут части выходить. Как пишу я части почти что сразу все. А выходят они потом ежедневно. Пишите комментарии. Пишите их под видео. В соц сетях. Форума пока нет. Но будет. Также жмите кнопочку мне нравится. Если вам понравилось видео. Тем самым я буду знать что уроки мои нужны. И я их буду потихонечку постить. Также просматривайте видео с ютуба. А не скачивайте его. Так как если вы скачаете данное видео. То просмотр не засчитывается. И я буду думать что мои видео не смотрятся. И просто их перестану постить. Буду искать какие то другие. Так сказать. Способы. Вернее не способы. Ну. Мне покажется что по LAN не интересно. То есть я буду по другому интерфейс преподавать. То есть уроки. Так что лучше смотрите. Потому что я знаю что эта тема интересная. Всех интересует. Но до меня доходят слухи. Что видео мои скачиваются. То есть ну. Ваше дело. То есть если не нужны вам уроки. То скачивайте. Пожалуйста. Ну. Лучше смотреть их в прямом эфире. То есть просмотры будут засчитываться. Они будут фиксироваться. Я по количеству просмотров. Если например в неделю я 500 просмотров не набрал. Значит это никому не нужно. То есть. Всё. Я перестаю давать такие уроки. Даю какие то другие. Поэтому вы меня можете ввести этим просто в заблуждение. Ну. Дело ваше конечно. Просто я вам объяснил. Что произойдет. Если вы не будете смотреть в прямом эфире. То есть. Ну. Скачивайте. Ну. И так же. Подписывайтесь на канал. Чтобы узнать. Когда выйдет шестая часть. И все остальные мои видео. Всем пока. Всего хорошего. Доброго здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok.